Сборка велосипеда начинается с того, что мы установим ротор на переднее колесо. Берем ротор. Замечу, устанавливать его нужно по ходу движения. То есть, смотрим в какую сторону у вас крутится колесо и устанавливаем по ходу движения. То есть, вот так вот. Крепится ротор с помощью шести болтов. Вот они в пакетике. Также здесь есть два болта для тормоза. Вкручиваем наши болты. Сначала их можно вкрутить руками. Затем нам понадобится ключ. Вот такой вот ключ. Замечу, что ключа в комплекте нет. Поэтому вам придется все-таки обзавестись таким ключом. Закручиваем все шесть болтов. Мы открутили винт. Выкрутили мы его не полностью, но практически. Дальше используем шестигранник на пять. Для того, чтобы вкрутить наш переключатель непосредственно в раму. Вернее, не в раму, а в серьгу. Здесь съемная серьга. Обращаю внимание. Вот это вот металлическая серьга съемная. Здесь мы подводим вот так вот аккуратно переключатель и начинаем его закручивать. Вот сюда вставляем шестигранник и вкручиваем. Вкручиваете хорошо, чтобы ни в коем случае он не болтался. То есть здесь нужно дать хорошее давление. Готово. Дальше установим колеса. Начнем мы с заднего колеса. Берем эксцентрик. Выглядит он вот таким вот образом. Это вот такая вот ось с болтающейся вот такой вот закрывачкой. Откручиваем вот эту вот гайку. Снимаем одну пружинку. Вставляем эксцентрик. Вставляем со стороны ротора. То есть закрывающаяся часть у нас со стороны ротора. Вставляем пружинку. Закручиваем гайку. Закручиваем не полностью. Открываем наш замок. Вставляем непосредственно в раму. Для того, чтобы вставить, нам нужно сначала надеть цепь. Вставляем аккуратно, чтобы ротор попал, чтобы все было как нужно. Почему я обращаю внимание на ротор? Потому что он может не попасть в тормоз. Все. Когда вы установили, дальше закручиваете гайку. И что немаловажно, закрываете эксцентрик. Можете надавить на раму, чтобы никуда не делось ваше колесо. Эксцентрик нужно закрывать с усилием. То есть, чтобы у вас остался отпечаток на руке. Дальше установим переднее колесо. Делаем, в принципе, все то же самое. За исключением того, что у нас здесь нет заднего переключателя и цепи. То есть, установка еще и проще. Выкручиваем. Делаю я это уже побыстрее, чтобы не тратить ваше здравоценное время. В переднем колесе у нас есть такая тонкость, как тормоз снятый. Вернее, на вилке. Собираем нашу заглушку, вставляем колесо. Готово. Точно так же закручиваем. И затягиваем. Готово. Дальше мы установим руль. Обратим внимание на вынос. Он сейчас расположен вниз. То есть, он имеет небольшой угол наклона. Сейчас он смотрит вниз. Для того, чтобы его поставить, в общем-то, чтобы он смотрел вверх и вам было удобнее ехать, то нужно выкрутить вот этот верхний болт. Опять же, шестигранником на 5. Все тем же. Затем вынем крышку. Отпустим вот эти два болта. В принципе, они и так отпущены. И перевернем. Перевернем вынос. Примитивно. Все. Теперь вынос смотрит вверх. Вам будет удобнее. Если же вы предпочитаете посадку пониже, поспортивнее, то можете его оставить на месте и не менять его положение. Сейчас мы его, в общем-то, просто наживим. Не будем фиксировать. И установим руль. Затем мы зафиксируем вынос. Для того, чтобы установить руль, нам нужно освободить вот эту вот крышечку. То есть, выкрутить 4 болта. Это делается шестигранником на 4. Выкручиваем. Снимаем крышку. Все четыре. Обращаю внимание, болты уже смазаны. То есть, американцы подходят к этому вопросу очень серьезно. И все на смазке, все, в общем-то, сделано по уму. Немногие производители, в общем-то, заморачиваются с такими деталями. Болты очень длинные, поэтому выкручиваются довольно-таки долго. Зато хорошо держат. Готово. Дальше мы вставляем руль. Заранее подготовленный. Руль у нас фактически здесь плоский, но, тем не менее, имеет наклон небольшой. Замечу, что, в общем-то, нет отметки центра руля. Это не очень удобно. Почему? Потому что определить, в общем-то, где центр, ну, не так просто. В этом велосипеде об этом, ну, наверное, не стали заморачиваться. Закручиваем четыре болта. Центр руля определяете либо линейкой, либо на глаз, как кому удобнее. Дальше мы установим нашу трансмиссию. Вернее, она уже установлена, нам остается только провести тросики. Заводим их сюда. В шифтеры. Заводим сюда, вот, рубашку, в раму. Замечу, здесь троса вот так вот проведены. То есть, они проведены вот здесь, вот, внизу. Точно так же с обратной стороны здесь завели. Здесь тоже заводим. Чтобы было проще завести передний, нужно передний переключатель немножко оттянуть. Тогда трос заводится легче намного. Собственно говоря, дальше идем на задний переключатель. Вводим его сюда. Заводим его в рубашку. Если не получается, то можно чуть-чуть надавить. Вот так вот. Смотрим, что у нас получилось. Это у нас строится тормоз. Значит, тормоз требует регулировки. В принципе, задний, мы видим, работает отлично. Отлично. Смотрим передний. Передний тоже работает замечательно. Дальше мы настроим наш тормоз. Сначала задний. Сейчас мы видим, что он немножко притирает. И к тому же, очень свободный ход ручки. Для того, чтобы это улучшить, мы подтянем вот здесь вот гайку. Гайку или болт, как правильно это назвать, решайте сами. Опять же, шестеранник, оно 5. Можно выйти из ситуации тем, что просто-напросто тросик подтянуть. Та же самая процедура, в принципе. Я делаю самый сложный вариант. Здесь лучше, конечно, шестеранник иметь более удобный, чем у меня. Готово. Теперь ручка наша стала поплотнее. Нам остается настроить наше дело как-то настраиваться. Очень просто. Выкручиваем вот эти два болта. Видим, что болтается у нас это дело. Здесь нужно поставить ровно. Чтобы поставить ровно, мы можем зажать, например, тормозную ручку, и она станет ровно. Просто нажмите на тормоз и закрутите эти два болта. Эта процедура настройки описана в нашем предыдущем видео по настройке механического дискового тормоза. В принципе, это просто-напросто повтор этой процедуры. Поэтому, если даже что-то непонятно, вы всегда можете посмотреть видео, и там будет все четко. Прикрепим наш тормоз, то есть нашу тормозную линию. Для этого мы вот эти вот крепежи снимаем. Их тут три. Крепим непосредственно наш тормоз. До щелчка здесь нужно доводить. Внизу еще один остается у нас. Пытаюсь снять руками. Иногда это не получается. Возможно, стоит воспользоваться какими-то инструментами. В принципе, все готово. Теперь установим наш передний тормоз. Для этого нам понадобится два болта, которые идут в комплекте. И тот же самый шестигранник. Вставляем нашу машинку сюда. И вкручиваем болты. Вкручиваем. 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 Дальше настройка тормозов происходит по той же схеме. После того, как мы установили тормоза, мы выровняем наш руль и все-таки его затянем, чтобы ни в коем случае у нас ничего нигде не раскрутилось. Выставляем ровно по колесу. Можем сделать это на глаз. В принципе, здесь не сложно это сделать. Закручиваете так, чтобы у вас не болталась вилка, но в то же время, чтобы не терлись подшипники друг об друга, это нужно поймать в тонкую грань, чтобы у вас ничего не терлось, но в то же время ничего не болталось. Дальше закручиваем наши два боковые болта, это фиксировочные два болтика. Их нужно затянуть очень хорошо. Иначе в процессе эксплуатации может быть беда. Проверяем. В принципе, все отлично. Не болтается, но в то же время и не трется. Проверить, как болтается или нет, можно с помощью переднего тормоза. Все в порядке. Дальше установим наше седло. В принципе, это завершающий штрих. Вставляем седло, так как вам нужно именно по росту. Затягиваем. Хомут нужно затянуть очень хорошо. Здесь с одной стороны есть такая гаечка, которая очень хорошо затягивается. Чтобы седло во время эксплуатации, соответственно, не заскочило. В общем-то, все готово. Осталось только накрутить педали. Продолжение следует...